Просто не поверите, насколько мне приятно будет сказать ниже следующие слова. Хип-хоп в Украине постепенно, постепенно легализуется, да и во всем мире. И всяческие элементы хип-хоп-культуры можно уже увидеть в таких отвратительных делах, как Бритни Спирс, и, знаете, всякие такие вот неважные исполнители начинают использовать брейк-дэнс, начинают чего-то там петь под R&B или под фанк какой-то. Это очень приятно, потому что культура, которая уже в Украине уже много-много лет, наконец-то встает легальной. И у нас сейчас есть шикарный информационный повод познакомить вас с очаровательной харьковской командой Шнель Шпрехин. Как уйдете? Здравствуйте! Да, здравствуйте. Итак, это группа Шнель Шпрехин, у нас есть информационный повод. Это выпуск дебютного альбома, который называется «Психиатр сказал». Психиатр сказал. Я прочитал уже трек-лист и не обнаружил в нем песню, с которой вы, в принципе, начинали. Которая является моей любимой, это «Синагога», там, где вы с еврейским акцентом вот это вот читали. В «Синагоге Шум и Гам», «Гам и Шум». Да. Почему нету? Где? Почему нету хитата? Она здесь не нужна. Она здесь не по теме. Почему? Почему? Такая смешная, отличная песня, которая сразу бы запоминала. Она уже всем запомнилась. Ага, то есть вы хотите сказать, что это концептуальный альбом, в котором вот эти вот все майсы не нужны? Именно. С точностью до миллилитра. С точностью до миллилитра. Отлично. И насколько я понимаю, вы пришли с дебютным, дебютный альбом, дебютный клип, да? Так. Он есть на диске, вот, но будем крутить его не с диска. Вот. Сейчас мы посмотрим наверняка фрагментик вашего дебютного клипа, и тогда те, кто не знал, что это такие Шнэр Шпрехин, поймут, что это значит быстроговорящее. Смотрим внимательно, что у нас там. А для ее души мир был, словно ложа про Круста. И впереди было пусто, и было нечем дышать. Шаг с балкона, в эмфорию полета, такова была ее последняя нота. Об этом писали в известном журнале. Они не стали мечтать фильме, а только инициалы. Я не знаю, как ее звали, но знаю, как это было. Я тоже бывал на этой грани, без приельной боли. Когда быть дальше не хватает воли. И драматург отмерил так мало слов в твоей роли. Словно видеоролик, такой короткий, такой нечеткий. Щетки сметают пыль, и ты уже то ли сказка, то ли был, то ли был, то ли не был. Небо к себе манило взглядом теплым, тянуло в дорогу вверх по горам, босиком обидым стеклом. Крова промокла от крови ран, когда ее глаза устали и стали видеть в небесах. Один большой оптический обман, подальше от обмана. Очистый воздух из тумана, с балкона, как с трамплина, туда, где тебя ждет вервана. Курт Кабрейн, не он первый, не он последний. Хлопнул этой дверью в конце дороги под день. Бог знает эти вечера в ультрафиолете. После них не спится до утра в лунном свете из окна. Это будет после, а показ свет с травоскома вырывает из места контексте. Всех вместе застывших на месте, так оно и есть. Он не любит их петь, но как тут сочинять свои? И он не хочет пьянеть, но слишком больно оставаться трезвым. Режет словно лезвие, вместо вечного света звезд, мигание лучей. В котором невозможно вглядеться, где здесь лица, где рожит, боже. Неужели тоже из их породы та, чем именем начинаются все пароли? Она не в курсе, что она его муза. Для нее это всего лишь абуза. Ей больше по вкусу дружи и роли. И это тоже источник боли. Как кристаллы соли. Мы где-то года два зачитали «Самые главные надежды». Почему так долго альбом-то писали? Нет, но альбом был готов больше года назад, на самом деле. Рекординги, тяжело все издавать, как к хип-хопу они тяжело относятся. Они не понимают, знаешь. Ну да, у них туннельное видение в ситуации. Туннельное видение в ситуации. Хорошая, кстати, формулировочка. Туннельное видение в ситуации. Тем более дело в том, что хип-хоп нужно продвигать, потому что это самое главное развитие в нашей поэзии. Так как мы первые показали, как нужно читать рэп. Слова Маяковскому и Хлебникову. Мы научили мир читать. Мы научили мир читать. И поэтому, если бы не... Но это немножко не мы, это тундра все-таки. Поэтому, если бы не Украина. Ну так, тундра не тундра. Но Харьков тоже не особенно украинский. Дело в том, что больше-то Маяковского вдохновлял Харьков. И Хлебников, и Маяковский, можно сказать, там жили и умирали, скажем так. Получали основные галлюциногены именно из этого города. И этот город заставляет просто людей биться вот в этом ломаном Маяковском ритме. Очаровательно. Маяковский сейчас в рыбу не вертится так? Да, я думаю, вряд ли. А может, его примировали? Ну, значит, там икает. Как-то так, ну икает. Он икает, да, ему хорошо. Ну, броуновское движение по-любому там присутствует. Некоторое броуновское движение. Каковы перспективы у хип-хопа, допустим, в Харькове? Ещё много будут делать. Ещё много будут писать. Кое-кто будет его выпускать. Как-то слушать. Кое-кто уходить из него постепенно. Время-время. Дело в том, что это хип-хоп и вообще вся эта культура, она очень гибкая как раз для любых возрастов. Потому что человек может почувствовать себя свободнее, если он старше, и может как бы потянуться к тому, что якобы там является взрослым. Ещё один момент есть. Сейчас в хип-хоп и СНГ пошла интересная тенденция. Новые группы, которые сейчас раскручиваются, и кейплея, скрёстная семья, это люди в возрасте уже 30 лет, плюс-минус 2 где-то так. То есть хип-хоп взрослеет. Ну, понятное дело. Взрослеет же ещё и аудитория. То есть есть такое понятие рэп для взрослых, рэп для умных. Хорошо, и летом хип-хоп, естественно, является самой демократичной в сегодняшний день такой культурой, потому что это город, потому что это всё реалити, реалити-шоу. Сейчас в нашем реалити-шоу «Подъём» группа Шнэш проехит, зачтёт, что фристайлик почитать? Ну да. Ну да. Небольшой. Чуть-чуть приём. Давайте запускаем бит. О! Вассап. О! А-а! 3.15. 9.20. Итак, начало. Прямо с корабля оказались в центре балла. Чтоб общественность знала, в студии нового канала будем делать бла-бла, чтобы не показалось мало. Сидор, продолжай. Мы обнажаем жало. Итак, короче, пусть моя мысль лишь палец в небе, пусть у меня, увы, семь пятниц на неделе, но я не верю, что холода ушли на север, что станет лучше тем, кто между строк затерян. Проверено, моё государство вне контроля из всех команд, что есть, предпочитаю, вольно, довольны. Уже не больно в этой роли, коги-то эрго суммы, этим я доволен. Мысли превращаются в теории, теории в споры, дружеские разговоры. Перерастают ссоры, трудно беречь против толпы только своим мнением. Можно получить под их, но можно и премию. И не оспоришь тех, кто разговаривает быстро, перегружают мысли, превращая людей в конформистов. Цель указана, точка зрения нарезана самоубийцами, становится по убеждению, не по призванию. И чего не значит то, что их большинство Другими тоже пациентов, наверное, больше, чем врачей. Истина может быть твоей, или моей, или ничей. Но её для них как не хватит на две стороны. Как мы? Когда один или среди шумных споришь, имею мнение, не оспоришь. И будь ты хоть богу родить и чёрту коришь, имею мнение, не оспоришь. Когда один или среди шумных споришь, имею мнение, не оспоришь. И будь ты интеллектуал, в политике или новоришь, имею мнение, что споришь. Вот и всё. Где тут так? Так называется телега? Фантастиш. Имхо. А, Имхо. Ну да, Имхо, интернетный такой. На половине. Да. Хорошо, хорошо, отлично. Я ещё раз напоминаю, что у нас гостя группа Шнельшпрехин, прямо из столицы украинского хип-хопа города Харькова. Да простят мне эти слова местные рэперы. С дебютным альбомом «Психиатр» сказал. Кто-нибудь из вас действительно психиатр? Нет. Нет, пациенты есть? Как вам он говорит? Нет, ну время от времени мы можем полечить кого-то. Да, и сами проконсультироваться. Этим страдают все люди. И тем более, как бы, то развитие, которое сейчас даёт общество, это развлечение. И эти развлечения пытаются лечить. В основном шоу-программы, которые существуют. Давай, давай, наедь, наедь. Нет, нет, тут никакого. Мы, между прочим, смех и радость мы приносим. Нет, вы-то смех и радость приносите. Но вот другие программы, другие программы, они владят в жизнь, как КГБ, начинают что-то расследовать, там тря-ля-ля. Нет, программы, это плачьи программы. Смотрите, только подъём, да? Вот это, просто как раз в подъёме работает самая красивая и самая лучшая девушка на всей Украине. Я просто сказал, что в программе подъём. То есть я считаю, вообще... Ты про Машу? Да, на неё следует смотреть с утра, потому что благодаря ей хочется жить. Машенька, я надеюсь, что проснулась и видишь вот эти вот все комплиманы. Но если что, мы тебе потом расскажем. В ярких красках. И так, это были Шнель Шпрехин. Да, это были мы. Город из Харькова Рапа-Сити. Из пятого Б-класса, или как там было? Это классно. Слушайте хорошую музыку, оставайтесь украинцами, даже если вы говорите на другом языке. Будьте украинцами, двигайтесь дальше и двигайтесь в ритме фанка.